Меня зовут Данил, и я рад приветствовать всех зрителей передачи Разборка, где смогу разобрать, рассмотреть и проанализировать внутреннее строение и устройство различных предметов, вещей и объектов. И в этом мне поможет виртуальный компьютерный видеостимулятор дезассимблирования от разработчиков Кор Чинг Хёнг. Передо мной на разборе в этой серии ни много ни мало обычный кнопочный моноблочный мобильный телефон, много кому известный и поэтому зарекомендовавший себя как один из самых популярных и влюбивший в себя многие сердца пользователей по всему миру. Мобильный телефон – это довольно сложное устройство, главной деталью в котором является специальная электронная плата. Именно она отвечает за все возложенные на телефон задачи. Ее также часто называют материнской платой. К ней подключаются различные устройства, например камеры, дисплей и так далее, которые обеспечивают взаимодействие пользователя с телефоном. Что касается корпуса мобильного телефона, то передо мной лежит телефон моноблочного форм-фактора, выполненный из пластмассы, который состоит из передней панели, задней панели и средней части. Задняя панель совмещена с аккумуляторным отсеком. Клавиатура состоит из двух частей. Первая из них – видимая. Это пластиковые кнопки, а вторая – скрытая. Она является собой металлическую подложку, которая замыкает контакты клавиатуры. В данном мобильном телефоне установлен CTN-дисплей. Другими словами, это технология Super Twisted Nematic, основанная на принципе пассивной матрице, состоящей из ЖК элементов с меняющейся прозрачностью. Из точки зрения конструктивного исполнения, этот дисплей можно отнести в группу, где разъем дисплея непосредственно припаивается к электронной плате. Также в состав телефона входит микрофон, разговорные и полифонические динамики и вибромоторчик. Функциональное назначение данных блоков вполне понятно. В телефоне для разговора и проигрывания мелодии может использоваться один и тот же динамик. Динамики в телефоне фиксируются к корпусу телефона и соединяются с материнской платой через разъем контактов. Соединение микрофонов с материнской платой телефона осуществляется аналогично. Практически неотъемлемой частью внутреннего устройства любого мобильного телефона является специальный 3,5-мм разъем для подключения наушников. Одной из самых важных частей мобильного телефона является антенна. В данном аппарате, как и в подавляющем большинстве телефонов, антенна расположена внутри корпуса. Для обеспечения устойчивой связи в телефонах предусмотрена внутренняя штыревая антенна. Помимо голосовой связи по стандарту GSM, кнопочные устройства способны работать в интернете по технологии GPRS. Скорость обмена данными у него чрезвычайно низкая даже в сравнении с 3G, не говоря уже об LTE. А тарифы операторов делают такую связь абсолютно непригодной для использования. Важным узлом мобильного телефона является, конечно же, аккумулятор, поскольку именно он обеспечивает его работу. В данном аппарате используется литий-ионный аккумулятор. Литий-ионные аккумуляторы обычно состоят из одной аккумуляторной батареи и электронного блока. Функциями электронного блока аккумуляторов данных типов является защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда, это менее 3 Вт, и перезаряда, это более 4 Вт. Если не углубляться в техническую терминологию, то данный блок представляет собой электронный включатель, разрывающий цепь одного из выводов аккумуляторной батареи. Именно наличие этого блока объясняет то обстоятельство, что телефон, которым не пользовались длительное время, может не включиться и отказывается заряжаться. В данном телефоне, конечно же, реализован один слот для сим-карты. Сим-карта представляет собой ключ аутентификации абонента. В отличие от смартфонов, в трубках до сих пор в большинстве используется стандарт мини-сим. И на этом всё. Увидимся в следующих сериях, где я с помощью виртуального компьютерного видеосимулятора дезассимблирования продолжу разбирать и анализировать различные предметы и вещи. Меня зовут Данил. До новых встреч. Пока-пока. Пока.